У меня очень часто бывает сформулированное и сформированное собственное мнение, но видны бывает даже в большом каком-то и важном деле много нюансов. Я таких примеров довольно много в своей жизни помню. Вот закон об ответственности за оскорбление чувств верующих – это один из них. Сама идея правильная, поверьте, я как православный крещённый христианин, я её разделяю. Причём не потому, что речь идёт о основной конфессии, доминирующей в России. Нет, поверьте, мне очень много в жизни приходится общаться и с представителями других конфессий. И я посещаю регулярно, в том числе и потому, что это необходимо, бывает по делам и мечети, и не только. Неважно. И я повторяю, я убеждён в том, что ответственность за такого рода действия должна быть. Но очень неправильно, когда власть, неважно, исполнительные ли мои коллеги, депутаты, действуют импульсивно. Вот знаете, у нас вылетел на Минской улице от морозок пьяный на остановку, задавил детей, они погибли. Ужасная трагедия. Но на следующий день, потому что это всколыхнуло общественное мнение, проводят 20 заседаний. Горящие глаза и говорящие головы на экранах предлагают ввести 20 лет лишения свободы за пьянство за рулём. Пожизненные лишения свободы за пьянство за рулём. И я начинаю говорить как юрист уже. Друзья мои, слушайте, у нас за терроризм меньше ответственности, чем за пьянку за рулём. Вы как-то в правовом поле размышляете, вы немножко в законодательстве ориентируетесь, друзья мои. Продолжение следует.